Это СМР. Мы записываем очень классное видео. Вам понравится. Смотри, богатая кожа такая, волосатая, богатая кожа. Всем привет! Меня зовут Лера Зверева. Спасибо большое, что пришли на это видео. Мы очень надеемся с Дарьей, что вам понравится. Да, это Даша. Это Даша. Это любовь. Даша, спасибо тебе большое, что ты пришла наконец-то к нам в тот раз. Спасибо, что позвали. У нас с Лерой есть прекрасная традиция перезаписывать видео. Да, вот. За сегодняшний день мы многому научились. Например, то, что не надо ставить чай там, где ты работаешь. То, что нужно иметь флешку. Дополнительную. Да, не нужно красть у Саши Тобольского. Если вы не знаете, кто это, да? Вот, посмотрите. Не надо у него ничего красть из техники. И еще не забывайте по 10 раз перепроверять записываемый вами звук. Потому что как раз поэтому мы сегодня переписываем. Видео получилось такое, что Даша что-то кричит, а я что-то бубню. Непривычно, непохожи. Я чуть не... Ну, реально, мне такая, знаешь, что я лежу, как обиженная девочка. Просто я чуть не реву, потому что мне прям так обидно было вообще. Мы так старались, так записывали. Ну, скажем, это был пробный такой. Репетиция, да? А репетиция, собственно, чего рассказывает? Да. Мы сегодня, ребята, будем говорить про подарки. У меня вышло уже видео про подарочки. Я там свои какие-то идеи закинула. Не помню, может, твои тоже немножко украла. Ну, не знаю, Даша, если что, ты меня уж извини. Я предаю авторские права. Я, по-моему, свои заметки читала. Мы хотим поблагодарить спонсора этого канала за эти прекрасные коктейли. И если вы хотите стать спонсором этого канала, пожалуйста, ныряйте по ссылочке в описании. Вот, можете нам помочь с развитием на петлю, так сказать, и на провод. На петлю звучит как-то очень фатально. Ну, да. На петлю. Дух фатализма. Это дух нашего сегодняшнего состояния вообще всей страны. Но если это видео из-за этого всего, из-за этих всех проблем не получится пушкой-пулей, то я прострелю шашлык. Ты меня убьешь. Даша, я тебе сегодня... Нет, я приеду в третий раз, и мы просто запишем миллионный какой-то раз. Нет, мы запишем видео, пробуем коктейли. Да, ставьте лайк, если хотите, видео. Пробуем коктейли от Леши и пытаемся угадать, что там внутри. В общем, у нас сегодня видео о декоративном прикладном искусстве. Даша у нас мастерица, рукодельница. Ну, как сказать, я бы назвала это... Вот вы обычный человек, но вы хотите упаковать симпатичный подарок. Сами. Да, сами, и чтобы это было красиво. И вы ищите, соответственно, какие-то советы, не знаю, способы, как это сделать, но чтобы это сделать просто, и чтобы это мог сделать любой человек. И вот я, скажем так, собрала... Это я сделала по видеоуроку, это должна была быть коробка. Неплохо, вот. Ну, и в общем, я очень люблю подарки, люблю их упаковывать и просто какие-то... Получать. Получать, условно, да. Вот, просто какие-то расскажу, поделюсь, и ты со мной тоже поделишься. Да, как я это делаю? Это не то, что, типа, я вам открою гретье неизведанного, да, типа, вы такого никогда не видели. Нет, видели. Это, знаю, что, один способ, который ты сегодня покажешь. Я вообще, я не знаю, почему я раньше для него не думала. Зачем вот это вот перевязывание и все? Ну, вы сейчас поймете. Интрига. Интрига создается. Да. Это вообще капец. Это же можно вообще чик и чик. Чик и чик. Чик и чик, реально. Главное не чик-чирик, чтобы было. Не, чик-чирик. Ну, вот на этой оптимистичной ноте. Ноте, да. Начнем, наверное, да, начнем. У тебя под рукой? Я под рукой. Первый. Первый наш, значит, такой прикольчик. Просто очень, банально, очень, нет, неправильно. Первый способ, это мега просто, но не очевидно. Просто, ну, как бы, я тоже об этом никогда не задумывалась вплоть до того момента, как сама не получила такую вот коробочку. Значит, существуют коробочки, там, не знаю, одноцветные, однотонные какие-то, ну, просто невзрачные. И чтобы их не упаковывать, лентами там не завязывать, можно что сделать? Купить маленький пин. Ну, пин, это такой значок, который, да, у него сзади просто она такая, как сережка, в общем, как сережка работает, да. Как это сказать правильно? Ну, в общем, на замычке, на защелке. Да, на замычке. На такой, да. Да, и плюс таких коробочек в том, что пин спокойно прокалывает коробку. Да, да, вот я уже проверяла. Да, и, соответственно, можно просто проколоть, с другой стороны зажимом завернуть, и у вас обычная коробка превращается в какую-то интересную штуку, во-первых. Во-вторых, этот пин человек может носить на одежде, на рюкзаке и вообще использовать. То есть, классно. Это, может быть, пасхалка какая-то. Да, вот вино у Леры, тут вино. Да. Это прекрасная пасхалка. У меня вот такой, я не знаю, что это. Это воздушно-военные войска. Ну, возможно, но выглядит очень необычно и интересно. И в такие коробочки можно положить все, что угодно. Мы положили вот чужую зажигалку, которую я носила домой. Ничего страшного. Тяу-тяу-тяу. Да. Смотри, ну, на самом деле, да, почему это классно? Например, опять-таки, если вот перевязывать вот так вот этой ленточкой, ну, мне кажется, это даже неудобно маленькой такой. Ну, да, да. Флекс срабатывает бывает. Во-первых, оцените, пожалуйста, это я нарисовала. Это мне Даша подарила набор художника, я нарисовала. Я считаю, что очень даже ничего. Ты не нарисовала, ты написала. Написала. Вот, я пыталась тоже по видеоуроку сделать, но у меня не получилось. На примере этой коробки я еще хочу напомнить, что существуют такие наполнители, которые выглядят как просто нарезанные бумажки. В шаре дыре, да. Да. Стоит как бы совсем немного, но, во-первых, это... По-разному это так. Ну, по-разному, но, как правило, не очень много. Придает эстетический вид всему тому, что лежит. Кроме того, хрупкие вещи защищает от всяких там ранений, так скажем, ущерба, в общем, всякого. Выглядит очень красиво. Моя подруга, допустим, нарезала даже ленточки просто. Это было очень празднично. Да, ну, в общем, если есть какой-то наполнитель, это автоматически наполняет ваш подарок и делает его таким более объемным. Завершает композицию. Да, и еще есть вторая штука. Многие, наверное, знают про бумажки. Пошуршим. Я специально. Это АСМР. А, ой, ой. Называется эта бумага «Тишью». И в нее обычно упаковывают, ну, одежду там, косметику, ну, вообще все, что угодно, всякие красивые вещи. Почему я такой акцент на этом сделала? Мне понравилась мотивация, из-за которой обычно кладут эту бумажку. Типа это эффект ожидания, когда ты шуршишь этой бумажкой, да, и ты в предчувствии того, что сейчас у тебя будет подарок. И мне кажется, в сюрпризе это очень важно для человека, который от вас этот подарок получает. Вот, так что это тоже такая штука. Название «Тишью» вообще просто контрастит с тем, какие звуки издает эта штука. Один из способов, которым я люблю упаковывать подарки, это когда они в коробке. И, соответственно, есть такая тенденция коробки часто открывать. Но если ты их перевязываешь полностью лентой или запаковываешь полностью в упаковочную бумагу, то неудобно постоянно открывать. И здесь, конечно же, есть выход просто и со вкусом, я бы сказала так. Итак, оставить ленту исключительно на коробке. Но как это сделать так, чтобы это было как бы красиво, эстетично, открываемо, да, и чтобы вам было не сложно. И так, кстати, меньше расход ленты. Если вы понимаете, что у вас не хватает ленты на всю коробку, вы можете действительно переделать именно крышку. У меня так было с бумагой упаковочной. Не существовало такой ширины и толщины коробки для Леши. У меня была такая коробка, большая. Ну такая, на 19 предметов примерно. Да, и получается, ее никак нельзя было вообще обмотать. Я просто крышку красивую сделала и все. Я такая молодец. Да, ты молодец, это верно. В чем будет суть? К крышке с обратной ее стороны приклеиваются две ленты, которые завязываются сверху в бант. Опять-таки, чтобы это выглядело красиво, вам понадобится двусторонний скотч. В декоративном вот этом всякой штуке, искусство это сложно называть, это очень важная вещь, потому что она скрывает всякие недостатки, всякие технические моменты. И что бы вы ни делали, даже если ты там немного кривовато, все равно выглядит лучше, чем заматывать это все обычным скотчем. Да, потому что даже я получала такие подарки. Мило, что человек сам это упаковывает. Но если добавить двусторонний скотч, это автоматически сделает просто упаковку магазинной. Магазинная упаковка, я вам отвечаю. Так, Лера, что мы делаем? Мы вообще нужная вещь в хозяйстве, если честно. Да. Она, как только вы купите двусторонний скотч, так и подумаете, что, ну ладно, там, сколько он может стоить? Доллар 4, я думаю, да? Нет, что, Даша, мы купили за 2 рубля, наверное. А, да? Ну, разные бывают двусторонний скотч, и здесь у вас очень тонкий просто. Ну, короче, не суть, да? Но стоит не так много, чтобы там страдать по этому. Ну да, но просто иногда ты думаешь, что, наверное, это не та фигня, на которую хочу тратить деньги. Мне надо потратить. Но когда ты ее покупаешь, она автоматически, как синяя изолента, нужна просто везде. Ты что-то нарезала. Скажи мне, как ее отмерить? Да, я предупредила, что у нас будет 2 ленты. Так. Отмерять как? Так как мы будем приклеивать это с обратной стороны, подкладываем это с обратной стороны, соответственно, для примерки. Так, чтобы видно было. Не знаю, как это показать. Прекрасно. Ну, и такую ленту, она не слишком длинная должна быть, такая рассчитывать, чтобы можно было завязать бант. Это вторую ты имеешь в виду уже? Нет? Вторую. Или еще первую? Одинаковые подлинные. А, все, я понимаю, они одинаковые. Они одинаковые, да. Ну, мне кажется, для такой коробочки длинноватой ты врезала. Вот на половину... А я не врезала. На половину будет супер, я думаю. И бантик получится, и концы неплохие станции. Да, я вот так наш 70%. Так, ты хочешь, другую. Получается, тут на еще половинку. Оп. И все, и получается, вот здесь я приклеиваю. Да, и механика такая, что мы приклеиваем с двух сторон, друг напротив друга, эти ленты вот таким вот образом. Ну, где-то в том месте, где бы вы хотели, чтобы размещался бант. Вот типа так. Так. Получается, берем двусторонний скотч. Да. Ты его взяла. Отклеивай, нет? Так как мне тут... А, ты можешь сразу приклеить? Да, я обычно приклеиваю на ленту, и потом... Ну, кстати... Удобненько. Угу. У меня рука трясется. У меня тоже. Не волнуйся так сильно. Не, на весу. Оп. Вообще-то я не дышала сейчас. Лера, дыши, пожалуйста, потому что в целом это основа жизнедеятельности. Ну, в общем, как правило, конечно же, скотч приклеивается на самый край ленты. Мне интересно, насколько Лёша занятно это всё слушать. Кстати, по поводу Лёши. Я знаю историю про один неудачный подарок. Да, это было ужасно. Но зрители его не знают. Но я так люблю эту историю. Я, наверное, рассказывала в другом ролике, но если не рассказывала, я повторюсь. Короче, первый наш совместный день рождения. У нас с Лёшей день рождения с разницей в один день. У меня 21-го числа, у Лёши 23-го. Ну, то есть это очень важный такой был период, первый день рождения вместе. И, получается, я не знала, что мне делать. У меня было 100 долларов. И, получается, я пошла в торговый центр. Ну, 100 долларов это нормальная сумма. Ну, да. Но я знала, что Лёша там любит игрушки всякие, всякие вещи. Удивительно. Да. Там просто такой мусоральный диск, знаешь, стоил 120 рублей. Это половина суммы. Я думаю, блин, и что я ему этот диск подарю на первый день рождения? Прости, что перебиваю, но я бы на твоём месте клеила, чтобы полностью скотч заполнял вот эту часть. Потому что ты отклеишь, и у тебя будут болтаться эти края, и будет плохо держаться. Смотри, мне всё получится. Ты зря на меня наговариваешь. Не, ну, у тебя это всё получится. Слушай дальше. Всегда можно лучше. Ну, всё хорошо. Не, ну, всё держится, всё супер. Прекрасно. Да, ходила по пятому элементу. Это магазин что-то типа... Эльдорадо. Эльдорадо, МВидео, да. Да, что в Украине такое есть, я не знаю. Тоже не знаю. В общем, и такая... О, какой классный подарок! Увидела Инстакс. Это фотик с мгновенными фоточками. Думаю, блин, это же... Типа полароид, но дешевле. Да, это офигенно. Мы будем куда-нибудь ездить, мы будем фотографироваться, собирать эти фотографии. Смотрите, я быстрее Даши справилась. Угу. Лера, ты молодец. Кайф. И, короче... Почему это... Лера, почему вы всегда пытаетесь задеть Дашу? Ну, действительно. Вообще-то у меня тоже есть чувства, если что. Ну, короче. И всё. И я такая прихожу домой. А вот эта коробка, кстати. Я её нашла, она единственная по размеру подошла. Купила коробку, купила сраный этот наполнитель. Не только уж он дешёвый, между прочим. Мне там вообще ничего не оставалось. Возможность. Кассеты эти купила. То есть там, ну, чтобы сразу что-то сфоткать. Они стоят тоже долларов 10 за 10 штук. Ну, я, значит, приношу домой. Такое, с неожди. И там такое. Пауза. Ну, мне не нравится. Вот это ты выдохнула, конечно. Я была зла. Я так плакала. Я просто вообще... Ну, зато у меня человек три дня прощения просил. Мне правда три минуты? Ну, конечно, расскажешь. Давайте. Неудачные подарки. Это лучшие истории, как мне кажется. Вот всякие... У меня был там, типа, роликс. А ещё мне подарили поездку там в Альдорадо. Ну, это всё фигня. А вот неудачные подарки, это всегда такая боль. Вот страдай просто. Я вот Елена Миксит купила. Она пострадала. Слушай, нет. Миксит купила косметику. А, Миксит. Всё было нормально. Я думала, это клёвый бренд. Но потом, когда я начала пробовать, я поняла, что что-то не так. А через год начали выходить ролики, где люди пишут, что... Ну, начали говорить про то, что я такой сон говна. Ну, да. Да. Ну, кто ж неоправданный. А я думала, это я такая дура или типа что? Ну, или типа что вообще. Даша, мы поговорили про мой неудачный подарок. Расскажи, может быть, у тебя были такие не очень приятные воспоминания? Оказалось бы, в таком приятном. Оказалось бы, да. Давай сначала я завяжу узелок. Ну, потому что для того, чтобы завязать бантик, соответственно, нужно сделать узел. Да, ну, то есть просто завязывайте, как обычный узел. Чтобы он был ровный, нужно, ну, как бы, наверное, правильное размещение узла задать с самого начала и правильно потом завернуть ушки. Размещение узла. В чем его прикол? Вы, ну, как бы, завязываете узел, как привыкли. И потом нужно их так переместить, чтобы по форме у вас получились, как будто бы, две петли, которые завязаны друг с другом. Как бы два звена цепи. Да, связаны одной, скованы одной цепью, связаны одной целью. Вот так вот и должно получиться. И потом, соответственно, мы делаем такие ушки, которые состоят из красивой стороны ленты. Из вот этой вот атласной. Что еще важно? Чтобы ваш бант был красивый, не висел, как непонятно что, нужно очень сильно это все контролировать, удерживать. Вот так вот. Ну, и в целом, я обычно двумя способами завязываю эти банты. Первый, это левое ушко. Огибает, как бы, вот правое, вот так вот, накрест. Ну, и завязывается. И выводится в такой вот бантик. Немножко не контролировала. Ну, и потом вам просто нужно расправить так, чтобы красивая атласная сторона была сверху. Может быть, где-то что-то довернуть. Да, еще же немаловажна плотность ленты. Я правильно понимаю, что лучше брать поплотнее? Да, чтобы бантик был такой, ну, типа, стоячий, чтобы он так не размазывало его, плотная такая суровая, как это еще сказать, нешелковистая лента подойдет лучше для таких целей. Более пластиковая, более, менее экологичная. Ну, типа того. Вопрос экологии, кстати, это тоже очень важный вопрос. В этом плане интересная техника. Лера, ты такая молодец. Я вообще... Очень хорошо. Вот еще вот так вот сделать. Ну, поправить чуть-чуть. У Леры еще такая лента. Поудачнее. Классная. И вообще смотрится замечательно. К вопросу о экологичности. Мне нравится японская техника. Называется, по-моему, фурошеку. Это когда подарки, все, что угодно, заворачивается в кусок ткани, в какой-то платочек, возможно, для того, чтобы этот кусочек ткани мог использоваться и в других целях, да, и повторно, по кругу мог стираться, многоразовое использование. Японцы, кроме того, и обеды в этом носят, ланчи свои с собой. Они так завязывают с обеих сторон, делают узелок и несут. Молодцы. Да, это первое. У нас, что такое популярное, это, наверное, крафтовая бумага, которая идет тоже на переработку. Можно, если правильно, сортировать, там, где-то все. Короче, мы завязали бант. Лицо посчастливее, пожалуйста, у меня в руках ножницы. У тебя в руках бант. Так как у этих лент уже такие вот концы не очень красивые, да, хочется их делать более красивыми, и обычно их обрезают в виде... Наискосок. Как у меня. Да, наискосок, либо такая фигурная, зигзаг, фигурный зигзаг. Я обычно складываю ленточку пополам, ну, желательно ровно, конечно. И делаю вот так. Правильно я делаю? Правильно. Внутрь. Ножницы острые, это тоже очень важно. О, да. И, короче, получается вот такая штука. И выглядит интересно. Смешно. Короче, надо сделать. Да, ну, можно, на самом деле, как угодно, но... Это один из способов. Дурочка. Я дурочка. А ты танцуй. Дурочка, танцуй. Ой, английский не пройдет. Ничего себе. И улыбайся. Да, Лера проходит на английский. Кстати, всякие вот курсы, сертификаты, там, это очень хорошие подарки. Вкладываться в развитие свое, в развитие своих любимых людей, в образование, это здорово. Знаешь, если бы я Лешу подарила кутокурс, он бы сказал, что ты считаешь, что я недостаточно хорош в этом? Вот так ты обо мне думаешь. Знаешь, после фотоаппарата... Всегда, всегда считаю, что каждый человек недостаточно в чем-то... Это была шутка. Знаешь, что даже Женя, Женя в наших кругах, это человек, который знает все, умеет все и вообще просто... Ну, нет такой темы, которую он не знает. Ну, хотя так может не показаться. И сегодня мы с ним разговаривали, и он сказал, эти ваши технологии? Я дед, я не буду разбираться. Серьезно? Серьезно? Все, Женя сдает позиции. Может быть, нельзя было это рассказывать, и Женя меня уволит? Мы вырежем. Нет, не вырежем. Женя все равно не посмотрит это видео. Ну, знаешь что, тут раз на раз не попадается. Может быть, включит. Короче, вот такая. Мне очень нравится цвет этой ленты, поэтому я буду показывать. Соответственно... У меня вообще красивая коробка, актуальная. Прекрасная, да. Соответственно, вы кладете эту крышку на коробку, и человек может без вреда имуществу, так сказать, ее сто раз открывать и закрывать. Вот. И Лера говорила, что это был какой-то неочевидный такой способ. Нет, вообще нет. Вот. Вообще нет, я никогда даже не задумывалась об этом. Я всегда вот обворачивала. Ужас. И это всегда такой стресс, потому что где-то такую ленту длинную взять, да, если ты там что-то срочное. Ну, вообще капец. Вот неочевидно, я считаю, неочевидно. Ну, в общем, экономно и полезно. И красиво. Вот. И, соответственно, почему двусторонний скотч, я еще раз про него рекламирую двусторонний скотч, если бы вы заклеивали это обычным, ну, было бы некрасиво. А тут оно как по магии держится само, и вообще просто шокивало. И было бы не так крепко. Ну, еще можно, на самом деле, при желании вот так ленточку, да, просто обычную, без бантика. Да, можно, все как вы захотите. Можно тут еще вторую ленту золотистую, какую-нибудь серебристую там, да, потоньше, чтобы это был двойной бант. Будет очень красиво. Но я уже переплетать не буду, и так 30 минут уже пишем. Ну, да, все хорошо, мне нравится. К вопросу о плохих подарках. Значит, моя самая болезненная, ну, самая любимая история, она очень поучительная. Про то, как первый раз в своей жизни я праздновала в нашей компании Тайного Санту, да. Мы, значит, еще не так много было людей, все друг друга знают, по сути. Ну, человек 30. Ну, да, было человек 30, но как бы все друг друга знали и работали очень тесно. И, получается, играли в Тайного Санту, и там нужно было написать, что бы вы хотели в подарок, чтобы облегчить задачу. Ну, я такая пишу, там, я люблю красивую посуду, ну, там еще что-то, что-то такое общее, что может любой человек подобрать. И, значит, недобрые сомнения какие-то, недобрые предчувствия закрались, когда я увидела пакет. Вот, и я думаю, ну, ладно, все будет хорошо. Бог с пакетом. Да. Открываю. Значит, а там находится кружка. И она какая-то такая устрашающая. Ну, то есть, не то, чтобы это та кружка, которую, знаете, там, сфотографировать, и я утром пью кофе. Кофе, да. Инстаграмное. Ну, еще там какая-то вещь. Я в целом всегда благодарна, когда мне дарят подарки, потому что это приятно. Любая мелочь — это внимание к человеку. Про себя думали. Да, но в тот момент вот я как-то так испугалась. Растерялась. Растерялась, да. Я такая, что мне с этим делать? Я ночами спать не буду, если буду это использовать. Ну, и, в общем, такая что-то. Думаю, ладно, я передарю тому человеку, который будет пользоваться, которому понравится, потому что вещи должны жить. И стою в этих мыслях на кухне, ко мне подходит коллега и такая, ну что, ну как-то, да, как твой тайный санта? Я говорю, ты знаешь, что-то как-то мне не зашло. И просто у человека опадает все на лице, и в эту же секунду я понимаю, что это мой вот даритель. И я такая, не, ну просто подарок-то хороший, ну, просто что и вот как-то не совпало с моими... Я ожидала несколько другой. Да. Ну, то есть было понятно, что из этой ситуации выхода нет. Вот. И... Кричит свет. Да, и я такая, ну, это не краска на щеках, это просто... Это очень неловко. Да, это было ужасно неловко, мне стыдно. С тех пор я не участвую в тайном санте корпоративном. Да, потому что, ну, все-таки, во-первых, хочется дарить подарок человеку, которому ты хочешь его подарить, подготовить, вложить душу, время, там, деньги, чтобы знать, что ему подарить. Ну, в общем, подарки это не просто так. Я вот должна заявить, что, ну, я считаю, имею право, да, что, в принципе, с меня начался тайный санта. Я предложила, да, когда нас было не тридцать, а восемь, говорю, давайте в тайную санту поиграть. И мне тоже, мне всегда было важно поиграть в санту, потому что, ну, как я могу, типа, традицию, которую, по сути, там, ну, я предложила. И кто-то там сильно сразу же поддержал, тоже такой, типа, ой, я тоже хотела там предложить. Женя, кстати, по-моему, не поверишь. Я помню какую-то историю про Женю, как он в последний момент приносил подарок и спалился. Вообще, для Вики что-то дарил, какого-то пони, там, что-то. Не смотрите, не смотрите. Ну, да, очень интересно было. В общем, и я тоже помню какой-то год, очень сильно мне вообще было, например, стало очень много людей, и мне вообще стало так неуютно, некомфортно, у нас стало так много людей, я никого не знаю. Мне до сих пор люди какие-то пишут, и такая, ты, первый раз, кто ты вообще, типа, да. Что я должна делать? Об этом, да. Речь, ну, в общем, да, если вы попали в ситуацию Тайной Санта... Выйти достойно, из неё не получится. Посмотрите, да, моё видео, может быть, что-то из моих идей будет окажется очень неплохим подарком, я надеюсь. У меня есть категория, там, бесполые подарки, вот, для коллег, там, для кого угодно. Обратите внимание. И ещё, даже если в вашей компании внутри оговорен бюджет, но вы сильно-сильно сомневаетесь, лучше потратить чуть больше, и потратить это с чистыми намерениями, добрыми. Да. Вот, я вот в этом году тоже чуть-чуть вышла за бюджет, но вообще ничего страшного, потому что у меня очень попался приятный человек, я была рада ему подвести хороший подарок. Боже, кстати, про Тайного Санту. В этом году, ну, я опять не участвовала, потому что... Я вернулась в этом году. Ты вернулась, да? Да. Не работала. Я здесь случайно. В этом году не работала. Я здесь технику раскладываю просто. Ну, я такая, да нет, я не участвовала, у меня ничего не это. Они говорят, да, ну, серьёзно, сходи, посмотри. Ты же Даша Ковальчук. Я такая, ну, вроде как да. И я подхожу, а там вот коробка, которая мне понравилась больше всего, она была лучше всего упакована. Самая красивая. Да, самая красивая. И это мне. И я такая, боже, это мне. Это мне, реально, реально. И я просто такая, вот это реально Тайный Санта, когда, ну, вообще я не понимаю, что происходит. Я как бы раскрыла человека по внутренностям подарка. Там был алкоголь и сладости. Ну, всё было очень здоровски упаковано. И я благодарна человеку за ощущение вот этого чуда, праздника. Сюрприз. Сюрприз, реально. Ты же даже не ждала. Мне вообще, мне тоже ваши всегда подарки нравятся, потому что они всегда... Вот я забыла, я такая ворона, мне нравится, когда вот много всего лежит, такой маленькая, хорошая. Всё, так хочется трогать, пробовать. Подарю тебе дрожжи, хорошо? Хорошо. Разные дрожжи. Осталось всего лишь ничего. Всего лишь ничего. Самый классический способ. Мы что хотели вам сказать, собственно, за ваше страдание, за ваше внимание. Ты рассказываешь? Мы хотим разыграть среди вас вот эту волшебную, замечательную игру. Ну, коробку другую, но игру эту. Нет, да. Это, то есть, наш экземпляр. Вот. Вам придёт абсолютно новенький, красивенький. Может быть, уже успеем даже к обновлённой версии, да. С коробочкой покрепче. Ну, не суть. Всё равно само наполнение суперклассное. Это наша игра Овощевоз. В общем, условия очень простые. Они все будут дополнительно прописаны в описании, в комментарии к ролику. В первом комментарии за воплённом. Подписаться на канал, подписаться на нас с Дашей, оставить приятный комментарий и какой-то способ с вами. Связи. Да, способ связи с вами. Да, мы жестоко там сильно проверить, конечно, не будем. Вот, но мы тут не для подписчиков собираемся. Будьте честны с собой. Да, вот это просто такая возможность выиграть эту классную игру. Мы знаем, что у нас самые классные зрители, да, самые честные, самые добрые, самые какие у нас зрители. Кроме тех, кто ненавидит нас. Нет, ну, тех, кто ненавидит нас, они как бы... Я почувствую по ауре, что это человек. Я проверю все комментарии на канале от этого человека. Ну, в общем, суть, да. Суть в том, что мы просто хотим разыграть, и надо какое-то условие. Вот такое вот вам условие. Подпишитесь, напишите комментарии. Всё. Да, участвую, написать в Инстаграм такой-то. Ты краевый игровой шумпе. Вот, да, и, пожалуйста, обратите внимание, чтобы туда вам можно было написать, чтобы там Инстаграм есть, чтобы он был не закрыт. Да. Ограничение по доставке на смену, да? Да, где бы вы ни были, мы вас найдём, так сказать. Вы ещё вас найдёте. Да, и отправим. Так что, welcome. Всё, да, Альца мне разрешила разыграть, всё нормально. Всё согласовано, вы не переживайте. Слышим кукловода. Да, но не суть. Значит, вот вы можете выиграть, пожалуйста, выигрывайте. Всем удачи. Ну, всем удачи, это очень, очень как-то неправильно сказать. Желаю победителю удачи. Как сказал бы Женя, неважно соперничество, главное, достойно. Ой, это Женя был выпуск просто. Цитат. Да, вот, Даша, у нас такая нестабильная коробочка есть. Где бы, первый совет, заклеить её? Ну, конечно, здесь скотчика, обычно. Ну, нет, не стоит. А ты когда будешь заклеивать, оно тебе будет мешать? Мы будем всё очень аккуратно делать. Ну, ладно. Тут главное, реально, немножко потратить на это времени. Это, на самом деле, классный способ отвлечься, классный способ медитации, потому что ты не можешь ни на что обращать другое внимание, когда запаковываешься. Ты очень сосредоточен, да. Давайте попробуем завернуть вот в эту. Она даже не шуржам. Нет, она красивая. Но это не экологичный вариант, абсолютно. У нашего подарка есть верхняя сторона. Как это сделать? Логично и просто. Верхняя сторона. Мы на неё кладём листочек и переворачиваем. Если у вас что-то хрупкое, то аккуратно переворачиваем. В прошлый раз мы переворачивали вискарь и стакан, и как-то вот... Но нас посла вот эта бумажка. И наполнитель. Наполнитель, да. Бумага тишью и наполнитель. Собственно, нам нужно положить его примерно посередине, посередине от вот этих краёв, которые сверху будут и снизу. А здесь в целом, ну, да, тоже можно посередине. Так. Боже, ну ты такой классный. Не знаю, насколько я... Соответственно, мы прикладываем и видим, что с краёв у нас слишком много остаётся. И это плохо, потому что красиво не получится свернуть ушки. Поэтому нужно слегка это всё приобрезать. Приобрезать. Специально для этих целей, чтобы надрез был более-менее ровным, у меня есть резак. Резак. Можно это сделать с ножницами. Если у вас получится неровный край, можно его тоже так загнуть и просто клеить уже загнутый вариант. А я, короче, с одной стороны приклеиваю двою стороны скотч сразу же. Даша бокал. Даша жидкость. Я уже... Я уже обожглась сегодня, поэтому нельзя. Тебе, наверное, облизиться. Поэтому нельзя. Я больная. Привет. Помнишь, как гермиона память стирала? Как память стирала? Да. На самом деле, вот эти последние части у меня уже очень, собственно... Да там они ходят бесконечно, слышишь? Кстати, ещё знаете, какой классный подарок? Это, конечно, впечатление. И впечатление чаще всего стоит очень дорого. Один из классных подарков, который, ну, как бы и стоит нормально, и он очень интересный. Интересный. Мне дарили... Стой. Чуть-чуть. Не дорезала, да? Не дорезала. Там такая карточка на развлечение. В плане того, что, я думаю, в каждой стране есть такой какой-то поставщик разных услуг развлекательных. У нас это вот Ticket Pro. Так. Что-то там такое, который продаёт билеты на концертные, на кино и всё такое. И вот у меня была такая бонусная карточка с определённым количеством баллов, которые соответствовали деньгам. Да. Один рубль, один балл. И вот ты такой, вот хочу в кино, расплачиваешься этой картой и как бы и в кино сходил, и... И деньги заплатил. И не заплатил. Давай его перевернём. Слышишь? Вот так. Я с этой стороны отписываю. Угу. Ещё вот так, да? Где-то. Ну, чуть-чуть, да. Девушечка. Дай мне ещё 15 минут. И я отрежу. Ой, Даша, ты вообще сошла сама. А ты чё? Two hours later. А, так вот, кстати, Лера наклеила двусторонний скотч, и двусторонний скотч наклеивается прям по самой кромке для того, чтобы краешек так вот отстойно не отклеивался. То есть, видишь, бумажка не очень ровная. Короче, загибаем вот так вот. Ты же показывай в камеру, женщина. Нет. Буду показывать. В общем, загибаем с обеих сторон, да, чтобы вот так оно максимально плотно прилегало к концам коробки. Надо заклеить что-то. Нужно было чуть-чуть вот ещё больше обрезать. Ну, ничего страшного. Ну, как бы, да. Вы там уже... А где скотч? Да. Сделайте лучше. Делаем пипочку. Я хочу кушать. Ну, что я нарежу. И лучше эти деньги, вот эти 40 рублей, сейчас, копилку тоже. Вот и поедем. Мы же хотим в Грузию. Грузия супер. Это класс. А где там? Нет, ну, у меня мама ездила, ну, и в целом я бы тоже с удовольствием съездила, потому что страна, конечно. Всё красиво, Даша. Тут немножко... Мы поедем есть и пить вино. Да. Кстати, если вы из Грузии, напишите, пожалуйста, нам. Тогда было бы круто, если бы у нас кто-то из Грузии было. Да. Куда сходить? Что посмотреть? Что надо знать? Да, мы едем. В Батуми. В Батуми. Класс. Что делать? Опять берем двусторонний скотч и пипочку, которая сверху, вот этот вот кусочек. Видно тут что-нибудь, я надеюсь? Ну, просто приклеиваем. Пипочку. На самый краешек. Двусторонний. Мы две пипки на всякий случай приклеиваем. Потому что тут тоненький. Маленький. Не оправдывайся. Нет, можно, пожалуйста, оправдывайся. Ну, пожалуйста. Оправдание, как говорите. Оправдание, да. Ну, и, в общем, так прижимаем плотно, чтобы оно... Вам понадобится еще три руки. Нет, не понадобится. Это, на самом деле, упаковывается все в одиночку. Изи. Да, и переваривается. Слушай, красиво. Да, она немножко мета, но все равно красиво. Я бы никогда не подумала, что в эту бумажку можно завернуть что-то. Очень сухо. Я думаю, только цветы. Как примерять? Собственно. Да, расскажи, я не в курсе. Давайте обернуть сверху донизу, ну, просто условно прикинуть, завернуть вот такую вот штучечку, перевернуть, чтобы можно было дальше вывести снова на лицевую сторону и примерно примерить, хватит ли вам такого вот объема, чтобы сделать бант. Да. Вот хватит, вполне можно вот здесь вот отрезать. Еще прикольная штука, экологичная, это бечевка. И красиво. Да, ну, даже бы с этой бумагой она смотрелась хорошо, тоже советую. Бантики из нее красивые, конечно, особо не завяжешь, но можно просто обмотать несколько раз и завязать маленький бантик, прицепить какую-нибудь прищепку, деревяшку, открытку, наклейку и будет очень клево. Да, в целом мы обернули, да, обернули там сзади и можно завязывать бант так же, как мы завязывали в первом случае, но если вы хотите, чтобы это было, был перекрюченный, перекрюченный, да, перекрюченный такой, чтобы он здесь вот был стянут, то мы берем эти ленточки, тоже как бы так плотненько их держим, и просто под эту ленту, которая у нас как бы основная, будем называть ее основной, по длине, да, подкладываем ленты, эту, значит, в эту сторону, эту вот сюда. Оп, получается у нас такая вот... Уже красиво. Весч, да, ну можете так оставить, как хотите. Приклеить, как в первом способе. Да, и соответственно, за концы тянем и завязываем бантик. И получается у нас здесь такая стянутая штука. Стянутая штука, я умею выражать свои мысли, простите, не особо готовилась к этой лекции. Короче, делаем оно на ушко. Это второй способ завязать симпатичный бантик, ровный. Оборачиваем правой лентой вокруг против часовой стрелки. У нас сзади образовывается вот такая петелька, туда мы продеваем ленту и начинаем ее закреплять. При этом эту вот ушко нужно, да, развернуть в красивую сторону, чтобы она была симпатична, все смотрелось. Не, не, все хорошо. Такое чувство, что я сделала что-то не так. Да, все нормально. А, нет. Ну и просто растягиваем, как нам нужно. Там больше, меньше, затягиваем. Да, если бы она была еще более плотной, бантик получился бы еще более таким торчащим, объемным. Люблю договаривать за людей и пить, и все. Я помню, когда на ту неделю, что я училась в университете на сцене речи, на актерском, я попросила называть максимальное количество синонимов, вот, и ты победила меня прям перла, да, я там и такое залезы, загибала вообще. Но я много читала когда-то в другое время. Что читала? Все подряд. Все в библиотеку бараническую. Класс. И какие твои любимые про себя? Я не читаю уже последние лет пять, поэтому. Ну что ты любила это? Ну мне очень нравилась первая книга, которая меня там дикански потрясла, до слез я там плакала, сидела. Это, конечно, собор парижской богоматики, потом меня потрес, потрес, потряс, Габриэль Гарсия Маркис «Сто лет одиночества». Да, серьезно? Да, конечно, я прям вообще офигела, просто я, как знаете, типа, жизнь на рельсы стала. Мне не очень понравилась. Мне так понравилось. Я помню, я стою, да, на улице, дочитываю эту последнюю страницу, и мне прям это скотало. Короче, потом Шантарам мне понравился. Шантарам очень оригинальная идея. Наверное. Вот, ну, «Псадник без головы» а-ля «Дикое поливание короля Стаха». «Хирингстон». «Легенда сонной плащины», да. Ну, я люблю больше художественную литературу, такую подростковую, наверное, потому что вот, допустим, та же Ребекка, которая «Дженейр». Вот мне, по-моему, так нравятся эти сказочки читать, вообще-то классно. Ну, Ребекка-то с таким стрелерком, конечно, немножко. Да, но мне нравилось там, я всего этого прочитала, боже, Ремарка. Но у него на третьей, ну ладно, на втором книге уже понимаешь, что он там сам себя повторяет. Ну, да, он узнавая достаточно. Да, книги, да, то есть нормально. Ну, интересно. Честно, всего я читала. Кстати, книга-то замечательный подарок. Вот, я, кстати, недавно думала над тем. У нас очень сейчас быстро проходит жизнь, во-первых. Во-вторых, нет времени ни на что. Да, и как бы художественную литературу очень важно читать в детстве, в подростковом, в студенческом, когда у тебя есть на это время для того, чтобы развиваться, чтобы ставить речь, чтобы развивать красноречие. Когда ты работаешь, тебе зачастую не хватает каких-то... Слов. Да, ну, социальных навыков уже, во-первых. Во-вторых, тебе не хватает профессиональных навыков. В-третьих, каких-то софт-скиллов, ну, там, типа... Даже перестань мне это сводить. Прости, эти два рубля. Два рубля, и они это... Вот, и создаётся впечатление, что... Ты какой-то недалек. Иногда, иногда нужно делать сейчас выбор в пользу книг, которые учат каким-то жизненным таким... Находить себя в обществе, скажем. Художественное, если у вас есть на это время, это просто замечательно. Вот, скажем так, мне кажется, из-за того, что как раз-таки в суперраннем возрасте я прочитала много книг, у меня нет проблемы с местом в этом обществе вообще, потому что общество, оно вокруг меня. Вот, понимаешь? Я прочитала тоже очень много книг. Это было время, когда, ну, прям, вообще... Так а что было делать, слышишь, реально? Не знаю, мне просто было интересно. Нет, понятно. Мне сейчас интересно. А вот это интересно было. Ну, вот в детстве, представь, вот что ты там будешь делать? Да, господи, много чего. Ну, хорошо, ты лежишь там, болеешь, у тебя температура 338, ты не встать не можешь, ну, как бы и лежать в потоке. Не знаю, моих ванноклассников... Ничего не было. Не знаю, моих челик был всегда. Ну, он-то, да, играет, но все равно, не знаю, мне кажется, все читали. Ну, может, все. Нет, нет, нет. Кстати, еще я тоже хочу в пользу книг сказать, что чем больше ты читаешь, даже если у тебя там не суперфотографическая память, тем больше ты знаешь, как пишутся правильно те или иные слова. Даже не знаю, правда. Да, и у меня всегда по-русскому были, у меня училка говорила, учительница, говорила, что вот, звери, вот ты такая хитрая, типа, правил не знаешь, типа, по правилам двойка, а по написанию всегда 9-10, 9-10, конфигню, ошибку сделала, там, намазюкаю чего-то рядом, ошибку сделала, замажу, его рядом напишу правильно. Вот, и у меня все время такая вот нерепица получалась была, нет. Что самое интересное, художественная литература развивает это все как в детстве, так уже в сознательном возрасте, у меня есть друзья, которые в детстве не особо читали, а теперь им это стало интересно, и они, ну, как бы сами замечают, что меняется восприятие, ну, там, словарный запас, восприятие слов, ты неосознанно начинаешь понимать, как пишутся какие-то слова, но в общем, в любом возрасте это, конечно, полезно, но какие-то, если есть на это время, это супер, это надо, но иногда какая-то профессиональная литература или жизненно полезная, как-то вот... Психологическая, вендерская. Возможно, интересно очень книги, как работает мозг, например, как работает организм, это тоже важно, но сейчас большинство книг всяких, это какая-то яркая обложка и какое-то пустое абсолютно содержание. Немного, да, каких-то самозванцев стало, особенно эти блогеры, боже, все пишут книги, с ума сойдешь. Когда ты напишешь книгу? Никогда. Короче, что у нас тут получилось? Ребята, очень красиво, я считаю, получилось, необычная, конечно, бумага, вы не смотрите, вы можете взять любую-любую. А мне очень нравится, она... Да, класс. Она такая приятная ночью, жаль, что видео не придает тактильные ощущения. В общем, ребята, пожалуйста, не забывайте, что мы тут вообще-то проводим розыгрыш, подписывайтесь на наш инстаграмы, на этот канал, на все наши каналы, ставьте колокольчик, оставляйте... На все наши один канал. Оставайте. Только вам. Оставляйте приятные комментарии и не забудьте, если уже написали не для розыгрыша, оставьте все равно какой-нибудь способ связи, связи с вами, чтобы мы могли вручить вам подарочек, если вдруг судьба решит, что это вы. Итоги розыгрыша мы проведем через неделю, ну, то есть в следующем видео мы огласим победителя. Вот, все будет сгенерировано случайно, и вот это вот все. Пожалуйста, участвуйте. Ну и все, всем спасибо, всем пока. Спасибо. Давай пиццу сделаем вместе, два, раз, два, три. Субтитры сделал DimaTorzok